Доброе, бодрое утро всем участникам нашего проекта 12 недель до новой тебя 3. И с вами Наталья Клокова, и я закончила очередную утреннюю прогулку с улыбкой, с короной на голове. И за час я прошла 7267 шагов, о чем мне говорит мой шагомер, и чувствую себя великолепно. В бодром шаге, в быстром темпе, сейчас я иду домой, будет душ и великолепный завтрак в виде коктейля Natural Balance. И маленькой чашечки кофе из моей любимой кофемашины. Итак, я продолжаю цикл месседжев, посланий, поддержки для наших стройнеющих. Итак, дорогие друзья, мы с вами говорим о 12 факторах, которые одновременно влияют на здоровье человека. В прошлый раз мы говорили о психосоматике, и сегодня огромная тема, огромный пласт – это фактор питания. Итак, питание. Современного человека оно очень калорийно, содержит огромное количество жиров и углеводов, обычно одновременно, и недостаток белка. Это отмечают все диетологи и тревогу бьют врачи всего мира. И если мы посмотрим, например, питание в развитых странах, ну таких как Швейцария. В Швейцарии идет потребление мяса, например, на душу населения. Это 137 килограмм, включая заключенных, включая стариков, включая грудных детей. В России подобная цифра в разных источниках, которые я видела, от 57 до 63. И вы видите, что это просто в разы меньше, чем в развитых странах. Плюс нужно смотреть качество этого мяса. Сегодня в производстве мяса используется такое вещество, как паприн. Это продукт, который выделяется дрожжами, которые растут на культуре, на продуктах переработки нефти, на углеводородах. И вот это вещество, когда его вкалывают в мышцы крупного рогатого скота, оно вызывает отек. Соответственно, увеличение мышечной массы. Чтобы животное не болело, добавляют огромные дозы антибиотиков. И вот такое мясо поступает на наши прилавки. И надо понимать, что оно содержит огромное количество ксенобиотиков. Это вещество, вредным для нашего организма. И организм пытается вывести их, если получается. Так вот, вы покупаете мясо, вы готовите из него какие-то вкусные бифштексы, антрикоты. Но следует понимать, что 100-граммовый кусок мяса – это не есть 100 граммов белка. А на килограмм веса человеку нужен 1 грамм белка. Скажем, человек весит 70 грамм. Если вы вести 70 килограмм, то значит, вам нужно 70 грамм белка. А если вы съели 100-граммовый антрикот, то там всего 5 грамм белка усвоится в вашем организме. Что делать? Где же взять остальные 65? Нетрудно посчитать, что вам нужно съесть еще 13 таких антрикотов, чтобы получить норму белка. Конечно, вы ее получите. Но вместе с этим вы получите кучу холестерина, огромное количество жира и ксенобиотиков. Где же выход? А выход в наших коктейлях Natural Balance. Потому что эти коктейли натуральные, белковые, содержат 3 качественных источника белка. Это растительный белок зеленого горошка, молочный протеин и яичный протеин. И созданы под руководством профессора кардио-торакальной медицины Стигостена и его команды. И одна порция коктейля содержит 7,5 грамм чистого белка. 100% натурального, без химических добавок и без ГМО. И для нас с вами, вы знаете, это просто выход, это просто подарок. Итак, запишите формулу правильного питания. Это все незаменимые аминокислоты, их 21 плюс 7, плюс полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, плюс витамины и минералы, плюс антиоксиданты, плюс сложные углеводы и плюс клетчатка. И обо всем об этом я очень помню на наших встречах в проекте «12 недель до новой тебя» и на наших вебинарах. Пейте коктейль, кушайте наши супы, обязательно принимайте wellness pack, гуляйте, проходите 10 тысяч шагов. И с вами была Наталья Клокова. Пока-пока, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok